Здравствуйте! В эфире «Золотая рыбка». Меня зовут Евгений Додали. В гостях у нас легендарный актёр и режиссёр, для которого этот год юбилейный во многих аспектах. Николай Бурляев. Здравствуйте, Николай. У вас юбилеев, начиная с весны текущей и до 2 августа целый набор. Собираемся праздновать? Работать собираемся. Так, это работа. У вас такая работа, что у неё как на празднике, я так понимаю, поскольку это работа творческая. И вы себя реализовываете, начиная с «Молодых ногтей». И один из юбилеев как раз связан с вашей знаковой работой, насколько я по-моему, Иванова Девченко. Правильно? 60 лет. 60 лет назад вы снялись в культовой совершенно картине. А как можно отметить 60-летие фильма? Я лично никак не буду отмечать, если отметят это в стране, что был такой фильм, и действительно легендарный, и знаковый. Если это рождение великого режиссёра Андрея Тарковского, то я буду рад. Нет, значит, будем жить дальше. Вы знаете, когда вас, естественно, всегда расспрашивают про это кино, и вы часто, почти всегда рассказывая, подчёркиваете, что, ну, вот, ну, Иванова детства, ну, какой Иван, я такой, ну, американский мальчик был. Вы имеете в виду, что вы были американским мальчиком по облику? Только по облику. По сути, я всегда был русским мальчиком. Чем американский мальчик от русского отличается фундаментально, если мы не берём облик? Я бы не хотел об этом говорить, потому что надо о себе тогда что-то говорить такое. А я не хочу о себе ничего говорить. А придётся, наверное, в августе этого года точно придётся вам 75, вам придётся отвечать на вопросы и придётся, наверное, говорить всё-таки о себе. Ну, мне тогда говорили, что чем-то я похож на американского мальчика Джеки Кугана, что-то вот такое, так сказать. Ну, почему, я не знаю. За эти годы отрасли, ну, они претерпели фундаментальные изменения. И американское кино, и отечественное кино. Вы отмечаете эти тенденции, то, что меняется индустрия? Конечно, да. Наш президент страны открыл для меня то, что я не знал. То, что в Америке где-то в 30-м каком-то году был принят кодекс Хейса, этический кодекс, по которому продюсеры определили, что можно и чего нельзя. И когда я прочитал, я думал, да что там вообще, так сказать, наши люди, что ли, работали над этим кодексом? Там абсолютно все прописано. Отношение государства, отношение к религии, к семье, к детям, к насилию. Нельзя много крови на экране просто так проливать. И поцелуи затяжные тоже лишние. Все было прописано. И американцы жили более 40 лет с этим кодексом, но где-то в 68-м, по-моему, году отменили. И теперь мы видим, ну, практически не то чтобы упадок американского кино, у них все технически потрясающе, да. Мы отстаем, пытаясь их догнать, чтобы заработать эту, как я часто говорю, желтую болванку под названием «Оскар», которая абсолютно девальвирована, а сейчас тем более, когда принято в Голливуде на «Оскаре» то, что туда могут попадать только, так сказать, гомосексуалисты, трансвеститы, насмешинство, чтобы вот это обязательно там было. Это практически такая партийная диктатура, которая приведет, ну, к полной деградации американского кино. Это видно. Вы знаете, что вам на это ответят? Что о деградации Америки говорят уже, еще коммунисты говорили, что Америка деградирует, она все деградирует и деградирует, но по-прежнему остается страной, куда с удовольствием эмигрируют. Я не знаю, кто туда с удовольствием нынче будет эмигрировать. Вот Алексей Серебряков в Канаду уехал, прославленный наш актер. Он все равно работает здесь больше, чем там. Почему? Да потому что здесь он популярен, востребован, а там, я думаю, что он не очень нужен им. Ну, вот вы когда говорили о кодексе, а где грани между кодексами продюсерскими и цензурой? Это ведь один шаг до цензуры. Вообще цензура нужна, вы считаете? Вы знаете, обязательно нужна. И это не я так считаю. Я, кстати, против тоталитарной, там, значит, государственной цензуры, потому что мы от нее все натерпелись, и Тарковский, и Высоцкий, да и я, и, в общем, все, абсолютно. Но я поддерживаю ту мысль Александра Сергеевича Пушкина о цензуре. Он так говорит, я ее просто уже выучил, потому что я ее часто сейчас повторяю, что всякое христианское государство, под какой бы формой правления оно не существовало, должно обладать цензурой. Точная цитата. «Нельзя позволять проповедовать на площадях каждому, что ему в голову взбредет. И государство вправе остановить раздачу рукописи». Я бы уже добавил нынче и кино, и театр, и все прочее. Обязательно должен быть контроль, но общественный. И в этом плане опыт у меня есть, поскольку я последние пять лет был первым заместителем председателя Общественного Совета Минкультуры. И вот у этого Общественного Совета полномочий гораздо больше по положению, по уставу, чем у министра культуры Российской Федерации. Именно мы практически сказали слово свое, поглядев антихристианскую постановку оперы «Тангейзер». Мы ее поглядели, а это 36, в общем, компетентных людей в области и драматургии, и оперы, и театра, и кино, и так далее. И сказали свое мнение, опираясь на которое, бывший министр Мединский предложил директору театра Омского убрать эту провокацию, ну, то, что провоцировало столкновение. И, если угодно, продолжать ее показывать, эту скучнейшую, так сказать, постановку. Но отказался директор и тогда. Бывший министр, как государственный менеджер, имеющий право, он просто уволил этого директора. А хорошо, а в Америке, допустим, есть аналог Министерства культуры? И этого я не знаю. Но получается, что там люди искусства, люди кино, у них какие-то есть механизмы самоцензуры. Они сами для себя понимают, что это можно, что это нельзя. А у нас существуют какие-то институты, которые все-таки художников направляют. Но у них отсутствуют эти механизмы нравственной самоцензуры, иначе бы не было такого непотребства в их кино. Ну, насчет непотребства, по-моему, в нашем кино все в порядке. Мы на эти американские стандарты вышли до Левиафана, гораздо раньше, мне кажется. Вышли после того, как Ельцин издал закон о том, что государство не должно никак вмешиваться в вопросы культуры. Все отправили в поток, все дозволенности, делайте, что хотите. Я беседовал с одним прежним министром нашей культуры, и я ему прямо говорил, зачем вы поддерживаете вот эти выставки, так называемой современной живописи, где куры гадят на голову Льва Толстого, а посетителей, значит, заставляют практически топтать евангельские тексты, проецируемые на пол. Вот на пол проецируется, и люди ходят по евангельским текстам. Он мне ответил, этот министр, должны цвести все цветы. Я говорю, ну зачем помогать сорнякам? Зачем? Нужно здесь очень задуматься нашему руководству, государству, потому что от министра ничего практически не зависит. Не может наш министр, какой бы он прекрасный ни был, это регулировать. Они только дают деньги, о чем и говорил прежде Мединский, что ну а что? Когда его покритиковали за то, что он там что-то такое придавливает, он говорит, нет, абсолютно мы не придавливаем, мы только даем деньги. Вот это политика государства, делайте, что хотите. И есть опасность, что вот сейчас мы на пороге того, что будет принят закон о культуре. Но вот я читал то, что вышло из недр администрации президента, и по-моему, этот проект концепции закона о культуре делали все те же люди, которые считают, что должны цвести все цветы, что никак государство не должно вмешиваться в творчество, что имеют право люди творческие на любую трактовку исторических событий, всего-всего-всего. Ну, так мы... К чему мы придем? Вам виднее, к чему мы придем. Это вопрос риторический. Этой же дорогой, то мы придем, ну, к чему? К деградации полной. И сейчас она идет, и мы это видим. И то, что тогда, там, 30 лет тому назад, там, Ельцин отдал это все на самоокупаемость, сами там, вы с собой разбираетесь, у нас и так полно проблем. Мне любопытно было, вы, когда говорили о своем диалоге с министром, почему-то не назвали его фамилию. Почему? Это тоже какая-то самоцензура у... Ну, понимаете, в чем дело. Этот человек, к удивлению моему, и до сих пор действует во власти, поэтому, ну... Побаиваетесь? Нет, и нет, я же ему прямо говорил, я же требовал его отставки у нашего президента, подписывал документы. Ну, кто это? Я просто заинтриговал. Вместе с Михалковым, с Сверидовым, Распутиным. Это швыдкой. Он огромный ущерб нашей культуре нанес. Очень большой ущерб. И потом история все оценит. И он, в общем-то, будет оценен, этот человек. И его роль в распаде нашей культуры. Он уничтожил детское кино. Но он подписал приказ о ликвидации киностудии детских и юношеских фильмов. Ее нет. Свято место пусто не бывает. И поэтому наши дети сейчас, а они воспитываются на вот... Как раз вот той вот заморской... А на заморском чужей бесии. Образы там Гарри Поттера, циклопы, монстры и так далее. Вот на чем они растут. А нашего детского кино у нас нет по-прежнему. Ну, у нас тоже в фольклоре в нашем и, соответственно, в детском кино, которое снималось в Советском Союзе, тоже там всякие Баба-Яга, драконы, всякие злодеи. Но Баба-Яга-то была со знаком минус. А сейчас мой ученик, режиссер, создал кассовый фильм, где Баба-Яга другая абсолютно. Это о ком сейчас речь? Это Дьяченко. Он учился у меня на курсе авторской режиссуры. И мы там давали иные ориентиры. Вы упомянули Михалкова, я так понимаю, что Никита Сергеевича, а не вашего крестного отца в кино Андрея Сергеевича, который вас, ну, известную историю увидел на улице, понял, что это лицо должно быть на экране и так далее. С Никитой Сергеевичем Михалковым сейчас, в апреле месяце, вы презентуете какую-то пример, насколько я понимаю. Расскажите об этом. Да, эпохальное наше общение, потому что мы дружим с 13 лет. В школе одной учились, в Щукинском училище мы вместе учились на одном курсе. И, кстати, именно со мной Никита Сергеевич начал пробу режиссерских своих сил. Он предложил мне участвовать в его отрывке самостоятельно. Он сам тоже готовился быть актером. Мы это сделали, это оценили оценкой «Отлично», и вот оттуда все пошло. И Никита мне говорит, что вот сейчас давай поставим «12 разгневных мужчин». Фильм видел? Я говорю, нет. Ну, потрясающий фильм, американский фильм. В главной роли Генри Фонда, «Суд присяжных», он один, «Супермен». Ты будешь играть эту роль, он всех одолевает, всех ломает и так далее. Я прочитал, очень понравилось. Мы начали это делать, и когда он увлекся, вышел приказ об отчислении Михалкова из училища Щукинского. Это ошибка ректора была. Но он все равно продолжал работать, тайно залезая в окно Щукинского училища по вечерам, когда все педагоги уходили, и продолжал работать. И сделан на потрясающем уровне. Как нынче говорят, это был хит, вся Москва к нам ездила, глядит. Но что было дальше? Дальше прошло лет 50. Мы идем отдельными нашими путями. И на одном из кинофестивалей московских мы с ним обнялись. Он мне говорит, скоро поработаем. Я говорю, ну, ну, наконец-то. Потом узнаю, что он делает «12», меня больше не приглашает. На главную роль взял Маковецкого. И я поглядел этот фильм, и мне фильм очень понравился. Это совершенно другая история, русская, мощная история, совершенно по-русски сделана, с русскими характерами, все русское. Вот, я его поздравил. Он тогда получал приз венец, и я ему туда позвонил и поздравил. И говорю, ты поменял концепцию? Он говорит, да. Но вот где-то 4-5 месяцев там и назад он мне позвонил и говорит, Коля по-русски сказал, офигительная авантюра. И я хочу, чтобы ты поиграл вот «12» у меня. Я сейчас делаю для театра «12» со своей академией. Вот то, что делает Маковецкий, значит, ты будешь, я буду восьмым, как в фильме. Все прочие ученики Академии, Академии Михалкова. Вот мы сейчас это репетируем уже 4 месяца, и 24 апреля в Большом театре будет премьера этого спектакля. Но самое главное, почему я пошел? Я ему честно говорил, что я бросил театр, я вообще не хотел больше выходить на сцену, мне это неинтересно. Но я пошел, потому что мне он интересен был, какой он сейчас стал. И вот прошло там 50, сколько, 60 лет от нашего детства, я сейчас открываю этого человека, эту личность, какая это стала личность, какой феноменальный артист, феноменальный, как он показывает каждому, мне показывает, так как я пока не могу сыграть, сейчас я пытаюсь приблизиться к его требованию. Вот, каждому показывает, затрачивается, проживает истинные эмоции, то, что не могут пока актеры, которые на всем плюсуют, где-то на штампах идут, ну то, что легче, сериально, так сказать. А он это ломает и добивается сокровенного, того, чтобы ты жил, чтобы была атмосфера, чтобы была твоя энергия, твои реальные, реальные твои слова, они заучены. Вот, он, я об этом сейчас абсолютно точно я говорю, что Никита Михалков – это, может быть, последний профессионал театра и кино, который все знает и про театр, и про кино, который знает систему Станиславского, Чехова, который отдал всю жизнь этому режиссуре, он умеет это делать. Вот, я просто получаю удовольствие не столько от репетиции, и я их не люблю, ужасно, я не люблю репетиции, я ему об этом прямо говорил, что я просто ненавижу репетицию. А он говорит, а я обожаю. А я говорю, ну, может, я с тобой полюблю репетиции. И я не то, что полюбил, но я просто любуюсь им, этим мастером. А, кстати, если мы уже заговорили о Никите Сергеевиче, вот вы его ипостаси как актера, режиссера, организатора упомянули, а его ведь сейчас очень многие знают как блогера. У него есть проект «Бесогон», который выходит на... Ну, одно время был запрещен, сейчас он снова вернулся на телевидение. Вы не наблюдаете его в этом качестве? Нет, ну, я его в целом наблюдаю и оцениваю как то, что его надо беречь. Это национальное достояние. Я очень люблю эти все слова, там, блогер, шмогер. Ну, Никита Сергеевич блогер. Блогер. Он просто личность, которая имеет право говорить то, что он считает нужным. Без обиняков и иносказаний. То, что побаиваются делать другие. У него есть это право. С ним очень трудно бороться, тем, кто против вот такого человека. У него есть это право, данное ему кем? Династии или... Откуда у него это право? Это право заработал он жизнью своей, творчеством, своим каторжным трудом. Вот он даже больной, вот был вчера, репетировал, охрипший, но все равно показывает, работает. Он труженик, каких вообще поискать и как он относится к людям. Вот это самое главное. Он бы мог говорить, ну, я Михалков, у меня там Оскар, у меня столько премий. Все. Какое уважение ко всем, к актерам, я бы уже на них обижался. С такой всю любовью. Осветители, за камерой, кто там, вся, все, рабочие сцены. С каждым человеком реальное, ненаигранное уважение, любовь и благодарность за то, что они работают. Вы знаете, вы когда произнесли слово сериал, в этом была такая явная негативная какая-то коннотация. Вы считаете, что сериал это по определению хуже, чем полный метр? Вообще все то, что сейчас делается в нашем кино, сериалы, полный метр, это все хуже относительно того, что мы делали в прошлом веке. Это все деградация, это все халтура. Профессиональная деградация, нравственная, какая? Это, понимаете, торгуют собой на рынке. Вот я последние 10 лет упорно на всех трибунах и в Минкультуре, я говорю одно, что государство должно вывести культуру государственную, та, что в сфере государственной поддержки и сферы рыночных отношений. Что бюджет министерства, культура Российской Федерации должен быть равнозначен бюджету министерства. Обороны, потому что культура – это самая главная оборона. Оборона души, потеряем душу, потеряем все. И кому эти все инновации, модернизации, экономика? Культура прежде всего. И, кстати, вот за всю мою долгую жизнь, уже 75 лет, я видел разных наших руководителей и отношений к культуре. У всех, и в Советском Союзе, и сейчас, культура на последнем месте. Если не будет культуры, будет и экономика бандитская, и отношения бандитские, и все будет деградировать. Удивительное дело, потому что вот буквально такой же текст где-то год назад, о том, что бюджет на культуру должен быть равен бюджету на армию, я слышал от Михаила Олеговича Ефремова, который, насколько я понимаю, является вашим в идеологическом аспекте скорее оппонентом, нежели… Нет, нет. Это который из Ефремовых? Михаил Ефремов, который сейчас является… Михаил прекрасный артист, прекрасный. Да. Вот он говорил, что на культуру надо тратить столько, сколько на армию. Значит, он услышал мои слова, потому что я первый начал это говорить. Много лет тому назад. Удивлял очень многих. Но и опять-таки, вот глядите, мы иногда думаем, что все бесполезно. Кто нас слышит? Ну что мы там что-то говорим? Ну и что? Но вот я лет 15 отдал тому, что во всех собраниях я говорил о том, что в стране нет стратегии государственной культурной политики. Это Золотой Витязь начал говорить 30 лет тому назад. Золотой Витязь в 92-м году. Вы основали. Да, да, да. Что то, что сейчас делается, это антикультурная политика. И что произошло? Вот после того, как я упорно на каждом собрании, в Русском народном соборе, при патриархе Алексея, при патриархе Кирилле, это все говорил, говорил, говорил. И на патриаршем совете, по культуре, я член патриаршего совета, я вновь озвучил то, что в стране нет стратегий. Патриарх услышал и, оканчивая совет, он сказал, мы обратимся к вновь избранному президенту. Он обратился, и президент услышал патриарха, и он ввел потрясающий указ, подписал об основах государственной культурной политики. Указ, о котором чиновники Минкультуры говорят, что это конституция для работников Минкультуры. Только я бы хотел, чтобы они ее бы выполняли. Но не могут они этого сделать, потому что вседозволенность. И пока мы с этим что-то не сделаем, будет продолжаться... Вседозволенность для кого? Для чиновников или для деятелей культуры? В отношении к культуре делайте, что хотите. Делайте, что хотите. Любые театры с гомосексуалистами, русофобия на сцене театра, так сказать... Она же финансируется, часто русофобия, именно из государственного бюджета. Абсолютно право. Об этом я говорил в Минкультуры, анализируя, кому они дают гранты. Я говорил, ну это было лет там сколько, 4-5 тому назад, что поглядите, чему вы даете, эксперты ваши, пьесам, которые пропагандируют однополую любовь между школьниками, русофобия откровенная, антипрезидентские выпады. И этому давались деньги. Вот именно. Как сейчас, и я пока не знаю, потому что я уже и не член этого совета. Значит, получается, что речь идет не только о том, чтобы много давать денег на культуру, но чтобы еще эти деньги работали на какую-то государственную идею. А для этого у государства должна быть идея, очень бояться слово, значит, об этом мы с вами уже говорили, это цензура, хотя она переводится с греческого как строгое суждение и взыскательная критика. Разве государство не имеет права на строгое суждение, думая о том, кому мы передадим Россию? Дело в том, что строгое суждение, это должны быть, как, знаете, есть, слово суждение, специально обученные люди. То есть люди, которые компетентные, они должны рассуждать о культуре. Абсолютно верно. А у нас, то есть в данном случае мы говорим о ком? О кинокритиках, о театральных критиках, о культурологах. Кто будет эти суждения озвучивать от имени государства? Ну, давайте вспомним исторический пример. Великий русский поэт и такой же дипломат Федор Тютчев был главным цензором России и почитал это главной своей обязанностью. Вот если вот такие люди будут решать, такие как Михалков, допустим, как, ну, уже ушедший там Распутин, его нет, Псверидов. Ну, понимаете, вот такие люди, которые жизнью доказали. Ну, вы только что сказали, что их людей больше не осталось. Ну, этих нет. Ну, все равно, ну, кто-то же еще ведь есть. Просто им не дают хода, им не дают много говорить. Ну, если вдруг вам придет в голову, что есть такие люди, им не дают много говорить, посоветуйте мне, пожалуйста, я приглашу их. Хорошо, я вам... Приглашу их к нашей золотой рыбке. А заканчиваем мы... Уже заканчиваем? Да. Как быстро? Пролетело время, как жизнь. Жизнь еще кончается не завтра, как известно. Нашу золотую рыбку зовут дядя Володя, потому что это карась китайский. И мы просим, чтобы Николай Бурляев озвучил свое пожелание. Значит, дядя Володя, да? Да. Я обращаюсь к дяде Володе и ко всей стране. Я желаю нам всем, и дяде Володе, чтобы культура встала в сознание нашего государства на первое место. Тогда и дети, и внуки будут нормальные, и будет кому передавать Россию. Ну, я думаю, мы тогда через 25 лет, на столетие Бурляева, с вами встретимся и поймем, что за эти 25 лет осуществилось ваше желание или нет. Спасибо вам за беседу. Спасибо, Евгений.